ну не прелесть ли вот эти птицы и это ведь не в лесу это рядом с моим домом парк я к сожалению редко здесь гуляю но птицы здесь поют всегда практически в любое время года но весной особенно поэтому вы знаете я даже не стала включать музыку вам как обычно в начале своего видео а я просто хочу чтобы послушали этих чудесных птиц и в конце этого видео для желающих я поставлю полностью больше минуты пение этих птиц но сегодня у меня для вас огромный сюрприз и я сама просто в восторге что мне удалось это для вас снять мало того что сегодня великолепный день и я почти уверена что вам понравится вот этот видео ряд который я для вас сделала в этот чудесный день мне кажется я что-то уже давно вам не показывала красоты нашего острова и даже вот уже запоздалые цветы и камелии и остальные я показываю весенние цветы это же просто замечательно все это успеть нам увидеть но друзья я сегодня мне кажется вас порадую не только этим сюрприз сюрприз обещанный сюрприз усаживайтесь поудобнее пользоваться его как квартиры разделили поняли да о чем у нас будет речь с вами дальше мы с вами зайдем в этот отель мы с вами зайдем внутрь посмотрим все это великолепие которые они там настроили друзья вы не представляете как там здорово и я даже не ожидала что я смогу вам это показать и что меня пустят внутрь просто так совпало поэтому я и говорю что я очень радуюсь и я даже не знала когда делала видео вам это что мне удастся внутрь зайти также я вам расскажу сегодня о привычках англичан чуть что писать жалобы в муниципалитет ну вот такие вот сегодня темы у меня для вас так что друзья как обычно усаживайтесь поудобнее и давайте начнем сегодня у нас вторник 4 апреля температура на острове уайт плюс 11 но сегодня замечательный солнечный день яркий такой красочный и думаю что я специально сегодня сделаю съемку чтобы вас порадовать уже появляются первые листочки на деревьях слава богу слава богу скоро все зазеленеет хотя тут в англия ну вообще круглый год все зеленое и листочки эти новые когда появляются даже незаметно порой показывала я вам много раз вот этот вот отель и я обещала вам показать в конце что с ним будет вот он ремонтировался долго а до этого он продавался очень долго ну наверное лет шесть и я даже знаю женщину и она сейчас уже умерла очень старенькую которая с нами с мужем была членом пробос клуба потом у нее муж умер ну в общем историю вам эту я рассказывала а вот потом этот дом купили это был отель и вот его ремонтировали очень долго а теперь практически уже это все близко к завершению я показываю как обещала как это все выглядит но вы знаете что нынешний хозяин который купил этот отель он решил использовать его по другому назначению он решил использовать его как квартиры разделили эти какие тут у нас работники веселые это конечно же тот кто здесь работает люди они там внутри отделочными работами занимаются дали название видите там написано по моему дэбнига дэбнига house здесь то ли 6 то ли 8 квартир огромных вход разный в каждую квартиру видите вот один вход второй вход там третий и четвертый дальше здесь внизу гаражи на два хозяина хотелось бы конечно посмотреть внутри но вряд ли и вот тут вы знаете я подумала а почему бы мне не попросить вот этого мужчину замечательного который мне на камеру позировал может быть он меня пропустит видите здесь и дверь они еще не закрыли и он пошел там что-то относить в машину скорее всего сейчас вернется я думаю ну попрошусь я туда кто его знает а может быть мне повезет и он меня туда пропустит и мы с вами посмотрим мне самой интересно да и вам хотелось показать что же все таки там они понастроили ну вот и представляете я спросила и мужчина согласился ну вот сейчас мы попробуем а а а а а а а а арка а а л 0 0 0 0 Это потрясающе Это примерно закончено, да? Да, почти О, это красиво Но это было раньше Хотел И теперь Сейчас изменилось Как лис-холд Как лис-холд Да, лис-холд Лис-холд С фанатом И это кухня О, это красиво Смотрите, это Один и половина Это хорошая сумма, да? Да, это двери Дверь, двери Дверь, двери Дверь, двери И вот здесь Дверь, двери Дверь Это как кухня Да, это кухня Да Да Там кухня Дверь Когда вы открываете Барбеку В вашем доме Вы можете Я вижу Я вижу И можно ли я видеть на то, что там? Есть много стаисов. Много стаисов? Да. Не закончили здесь. Уп! Убли-бубли. Ага. 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 Да, ты прав. Это 5 уровней. 5 уровней для каждой площадки. Да? 1 дом. Это только 1 дом. 1 дом. 5 облика и дверь. Да. И сколько дверь? 5 дверь на дверь. Просто это 5 дверь и дверь. Все облиcerы. Да, это круто. Это все, что ты делаешь. Да. Где ты? Я из Илландии. Я из Илландии. Да. Я вижу, потому что иногда это Польша. А иногда может быть. Туркиш. Да. 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 Ну, в общем, мы продолжили разговор с этим приятным мужчиной. А разговор наш весь на английском. Я много чего у него спросила. Он мне много чего рассказал. И о себе тоже. Ну, вот вы слышали, кто понимает английский язык. Я почему-то подумала, что он иностранец. Обычно такие работы отделочные иностранцы делают. Я говорю, может быть, поляки или турки. Он сказал, нет, я здесь родом с этого острова. И вот я показываю вам дальше. Вы тоже поняли, да, что стоимость этой квартиры, она пятиуровневая. Вот я стою сейчас. Слева вы видите ступеньки еще туда наверх. И еще наверх-наверх такая маленькая очень крутая лесенка. Я, честно сказать, туда даже не полезла. Я увидела, что там еще по одной спальне на каждом уровне. Каждая спальня оборудована отдельной ванной комнатой или душевой и туалетом. Мы, по-моему, сейчас еще увидим одну. Я покажу вам. И посмотрите, конечно же, в одну и в другую сторону, какие классные виды здесь. Здесь вот опять выход на балкон. И вот видите, это набережная. Потрясающий вид на океан. Ну, и в основном, конечно, здесь деньги такие огромные платят за вид, за расположение этой квартиры. Вот душевая и туалет еще один. Показываю вам тоже все. Современная отделка. Очень красиво. Я уточнила у мужчины, сколько еще в этом доме квартир и сколько они стоят. Попали мы внутрь. Не знаю, как вам, а мне, вы знаете, очень понравилось. Хотя я там даже подрастерялась немножко. И когда я разговаривала, стояла с этим мужчиной, то я и не пошла никуда. И показала мало. Мне неудобно было бегать и снимать вам, когда человек со мной разговаривает. Вы же понимаете. Ну, вот что он мне сказал. Я спросила, сколько квартир там еще. Он сказал, что еще четыре апартмента, как здесь говорится, как здесь сказать, четыре квартиры. Я говорю, наверное, тысяч по восемьсот. Он сказал, да нет, наверное, немножко поменьше. Но цену пока мы никто не знаем. Ее установят только сам хозяин. Вот это то, что мы смотрели, он назвал Big House. И вот этот Big House по его пятиуровневый стоит полтора миллиона, да, как уже тоже я вам написала. И еще один сбоку, с другой стороны, тоже Big House, как он называет пятиуровневый. Он уже полностью готов. И его уже купили за полтора миллиона. То есть, понимаете, да, два Big House по полтора миллиона и плюс еще примерно по семьсот тысяч четыре квартиры. То есть, получается примерно около девяти миллионов полностью. Вот этот дом, если продать все эти квартиры, столько выручит денег человек, который купил этот старый отель. А купил он его, по-моему, то ли за шесть миллионов, то ли что-то за шесть с половиной миллионов. Ну, то есть, если учесть, что еще тысяч семьсот, восемьсот, может быть, сколько вот было затрачено на ремонт. А может быть, миллион, я уж тут точно не знаю. Ну, вот, получается, по моим расчетам, около двух миллионов фунтов стерлингов чистой прибыли получит вот этот вот человек, который купил старый отель. Много это или мало, мне трудно судить, тем более, если учесть, что все это очень долго здесь происходило. В общем, считать чужие деньги – дело неблагодарное, и все равно точно, наверное, мы не узнаем. Вообще, конечно, для меня, например, было очень интересно узнать и посмотреть, что же, в конце концов, случилось с этим бывшим полуразрушенным зданием отеля. Ну, я думаю, что и неплохо, что дали ему вторую жизнь. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы там все-таки был отель. А вы что думаете, друзья мои? Есть ли, может быть, у вас какие-то размышления по этому поводу? Может быть, у вас возникли какие-то вопросы после просмотра? Может быть, что-то неясно вам? Пожалуйста, пишите ваши комментарии, друзья. Надеюсь, что вам понравился мой первый сюжет. И, друзья, мы переходим ко второму сюжету моего видео. Вот еще загородочка, сетка такая. Но эта сетка, она же вообще, что она может здесь удержать, не знаю. В общем, видите, там опасная близость к этому такому заболоченному ручью, да? Вот. И говорят, что, опять же, здесь гуляют с собаками много англичане. У кого-то собачка маленькая побежала туда, сорвалась здесь в обрыв. Вот здесь самое опасное место, сейчас покажу вам, да? И вот она вот тут сорвалась туда-туда-туда, покатилась, упала в воду, очень испугалась. Собачку вытащили, но хозяева сразу же везде написали жалобу. Написали жалобу муниципальным властям, взяли подписи у всех, кто здесь гулял с собаками. И вы знаете, получили компенсацию за то, что собачка пострадала. Представляете? Да ещё и обязали людей здесь, обязали муниципальные власти здесь сделать загородку. Вот так, как говорится, тут не забалуешь, да? Опять составили муниципальные власти здесь вот такую загородочку поставить. И ещё и компенсацию содрали. Ну, вы видите, да? Вот обратите внимание, сколько здесь ходят людей с собаками. Когда бы я не гуляла, сплошь везде всегда эти собаки. Дети редко, собаки постоянно. Вот посмотрите, сколько у нас сейчас здесь собак на экране. Пять, сразу пять. Красивый очень пудель. Супер. 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 Собачку расхвалила я, и хозяин радостный показал мне, как она умеет садиться, и какая она умная. Приехала сюда на автобусе. У меня, знаете, спрашивают мои зрители, которые недавно смотрят мой канал. Надо же, а мы думали, что автобусы везде красные, во всей Англии красные, как в Лондоне. В Лондоне, вы знаете, красные автобусы. А вот и нет, видите, у нас они зеленые на острове Уайт. Трудно идти, скользко. Надо подниматься наверх. Холодище, 9 градусов. Вы посмотрите, детвора бродят босиком по холодным камням англичане. А здесь, на этом углу, всегда какие-то детские поделки. Вот видите, вот это вот панно такое, сделано детьми. И здесь каждый шарик был обвязан. Красиво. Скорее всего, это школьные поделки. И вот здесь еще остался такой классный крамик, видите. Хотя было намного больше раньше. Сейчас все водой с мылом унесло. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И на этом я надеюсь, что вы не забыли поставить лайк, вы не забыли написать комментарий. Также, друзья, пожалуйста, не забудьте, есть под каждым видео внизу такая стрелочка и написано поделиться. Делитесь этим видео со своими друзьями, чтобы просмотров было больше. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Еще увидимся. Всего вам доброго. Берегите себя. Пока-пока.